Друзья мои, всем привет! Я подумала, что давно мы с вами не были в Манго. Смотрите, какие тут полосочки на витрине. Посмотрим, что есть внутри. Внутри есть вот такое красивое-прекрасивое платье. Вот. Внутри есть ребёнок, который испуган. Он меня посмотрел, когда увидел, что я снимаю. 220 долларов оно стоит. Летний сарафанчик такой. Есть вот такой вот жакетик. Много такого салатовых, скажем. Нет, зелёных. Это не салатовых. Много жёлтенького. Вот такой вот... Какой же это салатовый? Что я говорю? Это такой цвет морской волны, правда? Вот такое платье. Вы знаете, что все эти платья, они ведь для носки не очень. Вернее, 160 долларов. Они для молодых девочек, у которых красивые плечи, красивые руки. Шикарный белый костюм, правда, очень красивый. Хорошо так сделан. Смотрите, да? Причём этот жакет. Может, как здесь темно. 160 долларов тоже. Очень хорошо сделан. Такая, смотрите, как аккуратненько. Всё сделано. Не придерёшься. И вот такие же белые брюки. Ещё есть чёрное платье, жёлтый костюм. Красивый тоже жилет и брюки. Ну, жилет такой, знаете, халтер. Это называется, по-моему, буротник. Вот с таким вот вырезанной спиной. Тоже, как бы, не совсем для, ну, для моего, так сказать, для моей комплекции и возраста. Вот ещё одно платье тоже совершенно. Да что происходит вообще? Смотрите, все какие-то бретельки, тоненькие. Какие-то вообще всё вот какое-то вот вообще, которое на чём только Бог держится, знает. На чём только держится. Вот красивый комбинезон такой, типа, с жилетом и брюки. Вот красивое тоже платье, но оно тоже такое вечернее. А, это тоже комбинезон, но оно тоже такое вечернее. Совершенно такое выходное. Очень красиво сделан лиф. Здесь что-то в цветочек. Вот неплохая, кстати, неплохой костюм. Брюки в полоску за 100 долларов. И есть такой же жакет. Видимо, в нём есть какой-то лён. Хлопок, в общем, такой летний вариант. Так, девчоночки, я, наверное, буду искать тебе, что я буду примерять. Почему? Потому что в манго безумная музыка гремит. Всегда так неудобно снимать. Платье из шитья тоже вырезали на талии. Ну, я понимаю, что это тренд. Но не всем он подходит. 160 долларов. Голубое платье на запах. Вот такие вот, помните, в моей глубокой молодости, в 70-х или 80-х, даже скорее в 70-х в конце, было модно вот такие вот собранные плечи с такими вот завязочками. Я это помню. Господи, я такая старая. Я уже помню все тренды, девочки. Я уже их перемешала через себя по два раза. В моём-то возрасте. Балетки. Вообще, писк сезона, писк. Хочу вот что сказать, кстати, если у меня сейчас получится формулировать мысль. Вот все стилисты года, ну, пару лет назад, может, год назад, ещё кричали, что балетки – это просто вот сожгите это немедленно, снимите это немедленно и выбросите их куда подальше. Я понимаю, что вот сейчас вот эти вот балетки, которые вошли в моду, это не те же самые балетки, которые были в моде, там, лет 5-10 назад. Но сколько было, сколько было вообще клика по поводу антитрендовых балеток. Ну, и вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Сумочка хорошенькая за 70 долларов. Что и требовалось доказать, что вся эта история с трендами и не с трендами – это всё дело такое. Ничего нельзя жечь и выбрасывать. Всё нужно хранить, а быстро одна-нибудь пригодится. Ещё одно платье из шитья, тоже вот с пряжкой вот такой вот. Что это такое? А ещё они из чёрной, эти платья. Очередное платье с вырезанными боками. Я не знаю, девочки, мне это всем не нравится, потому что что ж такое? Это штаны. Я не люблю комбинезоны. Вернее, я люблю, но они очень неудобные. В них очень неудобно ходить. Сарафанчик. В общем, короче, сарафаны, а тоже совершенно голая вырезанная спина. Смотрите. Вот так живёшь-живёшь. Потом приходишь в манго, ты понимаешь, что ты такая старая, что ты ничего не можешь носить. Ну, шорты. Модные сейчас, кстати, очень. Трикотажное платье в октигон. Мне оно совсем никуда. В общем, короче, сейчас что-нибудь найдём. Очередную в полосочку платья. Я помню, как это примеряла. Здесь такие на горизонтальной полоске. Оно было ужасное. Вот это, мне кажется, получше немножко. Так, там дальше кое-что вырисовывается. Так, опять сарафан. Корзиночка плетёная, шляпа. Вот эта сумка мне нравится. Правда, прикольная. 120 долларов. Очень классная сумка. Но она из бумаги. Мне даже не надо читать состав, чтобы понять, что это не соломка, а бумага. Я вам хочу сказать, если вы с ней попадёте под дождь, то у вас сумки не будет. Она превратится в... Вот написано, что это натуральные файбры. Но это бумага. Она превратится у вас вообще в ничего. Просто превратится в тряпку. У меня была шляпа такая из бумаги. Я в ней поехала на курорт. Там был дождь. Я попала под дождь. Я её и выбросила её сразу. На 120 долларов. Неправильно. Так, вот. Давайте искать, что мы будем примерять, девочки. Вот это мне нравится. Это сейчас очень модная история. Вот это вот вшитое кроше в какие-то кофты, футболки. Так, всё, давайте будем думать, что нет. Девочки, дорогие, здравствуйте ещё раз. Мы с вами в примерочной в Манго. Вот я принесла всякие... Ну, в общем, цветочек. Цветочек. Ну, кстати, я взяла вот этот костюм, потому что в нём есть лён. Мне интересно померить его брюки. И вот такой вот жакет без подкладки. Мне кажется, он очень классный. Принесла вот такие синие брюки. Мне тоже кажется, они неплохие и льняные. К ним вот такую рубаху. Белую футболку вот эту вот с этим цветком. Хотя мне футболки не идут. Я, кстати, в одном из видео мне зрительница написала, что футболки это не моё. И это правда. Я футболки не очень люблю носить. Вообще не ношу никогда. Только вот в формате там лес, пикник, дача. А вот так просто по жизни нет. Ну и вот такой вот принесла футболочку. Думаю, господи, зачем... Это вот такая вот с такими сильно вырезанными плечами. Это ну все-таки, знаете, вот на девочек с красивыми ключицами и тонкими ручками. Не совсем мой формат. Ну ладно, она просто по цвету подошла к этой юбке. А юбка такая вся в цветочек, но интересная. Вот здесь какие-то швы на ней. В общем, все. Я сегодня вот в офисном. Я с работы и оделась... Оделась как-то... Скучно. По офисному сегодня оделась. У нас на часы приехала американская. Я поэтому решила, что я должна выглядеть прилично, как человек. А не как... Как человек-инженер. А не как... Поэтому вот я сегодня в офисном строгом. Все, девочки, давайте проверять. А вы знаете, что неплохо? Я как-то ожидала, что будет хуже. Какая-то юбка в цветочек, футболка. Ну, то есть майка такая, знаете. Но получилось довольно симпатично. Смотрите, какой красивый получился образ. Значит, вот эта вот футболка совершенно обычная вот такая майка-алкоголичка. Но она не совсем. У нее вот здесь вот почти под горло вырез. И вырезаны... Вырезана пройма. И я немножко вот своим бюстгальтером как-то убрала, чтобы это не торчали шлейки. То есть надо, в общем, как-то это дело специально как-то что-то придумать. Загореть, конечно. Накачать ручки. И юбка. Она интересная. Вот я почему взяла этот футболк. Потому что она, видите, как подходит к этому голубому цвету. В общем, тут в ней много всяких мелких цветочков. Но она интересная. Она асимметричная. Что я очень люблю. Вы знаете, как я люблю асимметрию. Опять же, мои строгие офисные туфли не очень подходят. Мне нужны какие-то сандалии сюда. В манго нет моего размера. Даже 35-й манго мне велик. Я как-то примеряла. Их вообще никогда не бывает 35-го в магазине. У меня 35-й размер. Манго 35-й мне тоже большой. А меньше у них не бывает. В общем, короче. Мне нравится эта юбка. Она не очень сильно обтягивает живот. Хотя я сегодня так сильно ела, девочки. Я говорила уже к нам. Но часто приехала американская. И нас кормили вкусным обедом. Их кормили назад. Да, кучки? Вот. Но неплохо выглядит. Знаете, мне нравится. Очень нравится вот это вот. Красиво. Ну, не знаю. Мне нравится. Я люблю такое. Так. Юбка-балестер с эластаном. Размер ларчи я примеряла. И стоит она 60 долларов наших канадских. Значит, в Европе, наверное, долларов 30, не больше. Прям реально бюджетная вещь. Размер ларчи, да, я сказала, да? Значит, ларчи-то где-то, ну, 48-50 вот советский размер. Ну, 50. Например. Вот, видите, у нее здесь такая веревочка. Веревочка. Нет, просто бантик. Никакой веревочки нет. Здесь сверху такая легкая резинка. И такой бантик. Зачем? Ему можно и отрезать. Он, по-моему, совершенно нежно. Видите, как она интересно скроена. Вот такие вот швы. И вся такая по косой. В ней разные какие-то отрезки. Разные расцветки. Симпатичная девчонка и не очень дорогая. Но синтетика. Ну, видите, такой-то синтетический трикотаж. Вот. Такой мелкий цветочек. И, видите, у нее все швами наружу, так сказать. И асимметричная. А мне нравится. Неплохая. Майку не покажу, потому что по мере с ней брюки. Так, отличные брюки. Синие, по-моему, в них есть... Они или полностью рняные, или в них есть какой-то лен. Частично. Посмотрите, как они шикарно сидят. У них еще сзади резиночка. Они такие свободненькие. Это разные ларч. Если бы я решила их покупать, я бы, наверное, взяла медиум. Потому что лен, в принципе, растягивается. Видите, они на мне так немножко свободноваты. Но, видите, я немножко схуднула. Но медиум все-таки я еще пока боюсь брать. И все-таки предпочитаю ларч. И вот ларч на мне сейчас сидит так немножко свободно. Но, в принципе, нормально. Они и должны быть такие. Я сейчас еще примерю сверху вот с этой рубашкой. Но брюки отличные. Хорошая длина, хорошая ширина, хорошее все. Цвет бесподобный. И мне кажется, что ткань или лен чистый, или много лена, во всяком случае. У меня они очень симпатичные, эти брюки. Очень хороший фасон, хороший крой. Они такие высокие, высокая талия. И вот даже с этой футболкой, в принципе, неплохо. Совсем неплохо. Вот эта рубашка с этими брюками, мне кажется, очень тоже неплохой вариант. Это не рисунок на ткани, это вышивка. Я оставила этот ток вниз. В принципе, вот смотрите, если я расстегну сейчас ее, да, то ее можно носить как верхнюю такую блузу, рубашку. С такой вот футболкой и вот сверху с брюками. По-моему, отлично. Сочетание. Все такое, синие цвета, голубые, синие. Очень хорошее летнее сочетание цветов. Опять же, не с этими офисными туфлями. Вот такое сочетание. Вот так оно выглядит. И можно ее застегнуть. То есть не обязательно носить какой-то топ вниз. Можно ее застегнуть. Просто вот так. Рукава такие длинные всегда. Сейчас я вам покажу, какой длинный. Можно просто ее застегнуть и носить как рубашку. Можно ее заправить. Сейчас мы все изобразим. Смотрите, рукава. Сейчас. Ну, вы знаете что? В принципе, они не такие уж сильно длинные. Но просто я хочу сказать, что мне не идет. Когда у меня рукава длинные, я как петрушка. Я с поднятыми рукавами выгляжу тоньше, выше. Потому что, когда я с опущенным рукавом, у меня уходит запястье, во-первых. Единственное, одна из немногих тонких частей моего тела. Оставшихся еще. Остатки роскоши былой. И я становлюсь даже меньше ростом, когда я опускаю рукав. Потому что сразу видно, видите, что я маломерка. Потому что я метр шестьдесят ростом. Потому что рукава рубашки длинные. Не знаю, мне так кажется, что когда я опускаю рукав, то я сразу как будто она с чужого плеча. И как будто бы я какой-то сиротка. Знаете, кто-то что-то отдал свое, и я наделала. В общем, вот такая рубашечка. Сейчас, может быть, я ее заправлю. Подождите. Так, в заправленном виде рубашка и брюки выглядят вот так. Тоже симпатично, неплохо. По-моему, неплохо. Красивый цвет брюк, такой бесподобный. Сейчас я посмотрю, что у них за состав. Кстати, а если их померить с этим пиджаком? Или не стоит? Сейчас, подождите. Допустим, вот такие синие брюки, бежевый пиджак. Нет, лучше буду мерить костюм. Ну, в общем, вот такая рубашка, неплохая. Так, рубашка 100% хлопок. Я примеряла размер смол. Или американский четвертый. Или итальянский тоже смол. Сделана она из хлопка. И вот, видите, красивая вот такая вот синяя, с синими нитками вышивка. Очень симпатичная. Очень приятная. А, цена 96 долларов. Дорого. Но это у нас в Канаде. Я думаю, что в других странах, в континентах, она хоть немножко подешевле. Но рубашка симпатичная. Кто любит цветочки такие, вышивку, бело-голубая расцветка, очень-очень неплохая. Так, футболка. 95 хлопок 5 ластан. У меня был медиум размер. Я бы примерила ларч, но не было ларч в магазине. Самый большой медиум. Стоит она 26 долларов. Вообще недорогая. Футболка очень симпатичная. Они есть такие голубые, белые, черные. По-моему, в общем, разных цветов. Красивая вот эта вырезанная линия плеча. Очень приятная футболочка. Так, белая футболка. Вот необычная. Вот с таким вот интересной. Такая бабушкина салфетка. Прям точно бабушкина салфетка, которая лежит на телевизоре или на полочке. И вот ее вшили вот в эту вот футболку. Эта тема уже в моде несколько сезонов. Вот именно вот такой вот вариант. Мне не очень идут футболки. Я уже говорила, но я решила ее примерить, потому что я меряю не только для себя, но и для вас. Вот ее можно так немножко подзаправить, а вот этот кусок, вот эту сторону оставить. Я знаю, что очень многим это не нравится. Вот эта идея. Точно бабушкина салфетка. Но это тренд уже несколько сезонов. Я вижу это во многих, причем магазинах. Вот если она будет заправлена, она будет выглядеть так. Очень красивое сочетание белого с голубой. Очень красивые брюки с белой футболкой. Хотя мне вот футболку нужно вот с таким вот мысом, потому что у меня шея не очень длинная. И поэтому вот это вот, вот эти футболки, они у меня отрезают шею. В принципе, рука в хорошей длине. Она небольшого размера. Я специально не хотела так выбрать, очень универсальс. Потому что брюки такие широкие, свободные. Еще широкая, свободная футболка. Выглядеть будет немножко, мне кажется. Не очень. А вот так вот. Так, футболка была размер медиум. Стоит она 50 долларов. Значит, очень приятного. Значит, сама футболка 100% хлопок очень приятного качества. Хлопок не просто такой, такой как грубый, а очень тонкий и нежный. Значит, вот эта часть тоже полностью почти хлопок чуть-чуть. Там 7% полиамид какой-то, а 93% тоже хлопок. У нее прекрасное качество, девочки. Вот такой нежный, нежный, тонкий-тонкий крикотаж. Неплохо, хорошо так сделана корлышко, не резинкой. Такой же тканью, как и сама футболка. Мне она очень нравится. Здесь белую футболку брать. Ну, опять же, повторюсь, вот эта тема не всем нравится, совсем далеко не всем. Но по качеству она прямо очень приятная. Хлопок такой, знаете, тоненький, нежный, легкий-легкий, не жаркий, не толстый. В общем, хорошая вещь, неплохая. 50 долларов тоже, в принципе, нормальная цель. Так, брюки 100% лен. Вот здесь даже написано. Видите, 100% лен. Стоят они 100 долларов, не дешевые. Видите, американский 10-й, европейский 42-й. Тут много всяких. Вот это какой-то 170 на 74-й. Мексиканский 9-й. Я даже не знаю всех этих размеров. Ну вот, видите, американский 10-й и европейский 42-й. Насколько я знаю, вот такие размеры. Значит, у нее сзади резинка небольшая сделана на талии. Не вся брючина, а только в центре. Вот, карманчики здесь. В общем, брючки классные. 100 долларов дороговато, но это 100% лен. Еще раз повторюсь, я взяла размер Larch и приняв примерку, но я, если покупала, взяла бы Medium. Тем более, что лен растягивается. Хотя после стирки можете сесть. В общем, сложный вопрос, конечно, но... Здесь, видите, такая двойная застежка. Двойная пукавица, очень хорошие брюки. Очень красивый вот цвет. Так, офигенный костюм. Особенно брюки. Но пиджачок надо было размер побольше. Я взяла Medium, потому что я подумала, почему-то мне показалось, что он очень большой, очень оверсайз. А он вообще не оверсайз. Он прям такой небольшой. То есть я думала, что мне нужен Medium, но, в принципе, мне нужен Larch. Так, чтобы это выглядело стильно и прикольно. А брюки Larch мне немножко большие уже. Все-таки Larch мне великовато. Мне нужен был Larch, наверное. Ну вот, вот так. Вот. Но мне они очень нравятся. Они такие классные, широкие, длинные. Вот то, что надо. Вот именно для таких нянных... Они не чисто льняные, но в них какой-то есть льняной... Льняная какая-то составляющая в этом костюме. Боже, какой он красивый. Очень классный. Такой стильный, знаете, на лето. Прямо вот то, что надо. Если вообще пиджачок, конечно, побольше. Плечи. В общем, все как положено. С такой какой-то футболкой. Даже, в принципе, и голубой. Можно такой светлый. Вот. Ну, короче. Вот такие вот брюки и пиджаки. Пиджаки. Он очень даже... Ловится ко мне, продавщица, уже как всегда. Сейчас будет вообще ломаться. Увидела, что я себе снимаю. Решила, что я тут непотребственно так не снимаю. Красивый костюм девочки. Мои рекомендации. Очень даже рекомендую. Так, состав этой ткани. 55 леон, 45 вискоза. Брюки были 10-й американский, 42-й европейский, по-моему, размер. Опять же, путаница с этими размерами. Никогда не знаю. Говорю, что написано. Никогда не знаю толком, какой размер. Потому что в Европе, в каждой стране свои размеры. Поэтому я не знаю, что они пишут европейски, что они подразумевают. Брюки стоили 100 долларов, канадских. Вот видите, буквочка С перед долларом. Это означает канадский доллар. Пиджак стоил 180 тоже канадских долларов. Размер. Медиум состав ткани такой же, как и на брюках. Подкладка 100% лопок. Вот видите, подкладка есть на спине, нет. А есть только в боках и немножко сверху. Вот такой жакетик. Тоже пуговица обтянута в цвет ткани. Той же ткани. В общем, симпатичный жакет. Очень-очень приятный костюм. Так, девочки, ну все. Вот такие у нас были примерки. Сегодня были неплохие вещи. Много чего мне понравилось. Неплохая вот эта вот юбка. Хотя синтетическая, но приятная. Майка неплохая белая. Брюки синие, костюм, рубашка с вышивкой. В общем и целом я, примерка сегодняшней, довольна. Я должна сказать, что вещи неплохие. Обычно я манго ругаю. Но сегодня вот я хвалю. Все хорошо, кроме цен, конечно. Цены у нас неадекватные, поэтому вот, ну что делать. Все, дорогие мои друзья, всем привет. Всех люблю, целую. Всем привет из Канад. С вами была Дита. Пока, пока, бай.